Для преодоления дефицита газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит от оператора газотранспортной системы ГТС страны 48 миллиардов гривен 1,8 миллиарда долларов на закупку топлива. Об этом сообщает издание «Экономическая правда». Как отмечает ЭП, одним из вызовов для нового правления «Нафтогаза» является прохождение отопительного сезона в условиях нехватки 4 миллиардов кубометров газа. Вместо 19 миллиардов, необходимых для этого, на Украине есть лишь 15. При нынешних спотовых ценах на газ, закупка такого объема обойдется Украине более чем в 120 миллиардов гривен, около 4,5 миллиарда долларов, говорится в статье. Но даже если котировки сократятся кратно, на недостающие 4 миллиарда кубометров «Нафтогазу» нужны будут десятки миллиардов гривен, указывает издание. Решением данной проблемы, как пишет ЭП, стало постановление правительства Украины, согласно которому компания-оператор газотранспортной системы страны выплатит «Нафтогазу» компенсацию за потерю контроля над ГТС в результате проведенного в прошлом году анбандлинга разделения «Прим». РВ. По данным источников издания, общий размер компенсации составит 51 миллиард гривен. Основную часть в размере 48 миллиардов выплатит оператор ГТС Украины. До недавнего времени планировалось, что эту сумму компания-оператор ГТС будет выплачивать равными частями по 9,6 миллиарда гривен в течение пяти лет, однако сейчас концепция предусматривает выплату всей суммы до конца года. Из этой суммы на счетах оператора есть только 30 миллиардов гривен. Недостающий 18 миллиардов оператор, скорее всего, одолжит, заявил источник ЭП в «Нафтогазе». При этом в операторе ГТС Украине, как отмечает издание, от запланированной экстренной выплаты не в восторге. Зачем заставлять оператора отдавать все свои деньги сразу, да еще и загонять в кредит? Потому что «Нафтогазу» ни на что закупать необходимые для отопительного сезона объемы газа, о чем компания не стесняется говорить публично, поясняет ЭП. Напомним, Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. Власти упорно называют это энергетической независимостью.